Что делать, если в момент рассмотрения документов, как вы знаете, сейчас документы на статус постоянного жителя Европейского Союза рассматривают до года, ну, что, собственно, здесь и написано, сейчас мы вместе прочитаем, так что же делать, если в этот год заканчивается ваша карточка постоянный вид на жительство? Вы должны иметь документ, логично, более того, как вы знаете, уже сейчас появляются вопросы, а будут ли платить пенсии, можно ли выехать? Выехать нельзя, если у вас нету карточки постоянного вида на жительство, которая действует. Нет, выехать можно, въехать нельзя, поэтому вам обязательно нужен документ, то есть целый год будут рассматривать ваши документы, кто знает, может быть, даже еще продлят, если им что-то будет не хватать, так что же делать, если в это время заканчивается карточка? Давайте посмотрим на ответ, который был приснан одной женщине, которая вот подала все документы, как вы видите, что она подала уже, по-моему, это было тогда 2 августа этого года, 23 года, и, соответственно, год они будут рассматриваться. Давайте почитаем. Значит, написано, что в Елгавском отделении получены, здесь понятно было имя, фамилия, документы на получение статуса постоянного жителя Европейского Союза. И, так как у них есть год на решение, то они, естественно, пишут, лэмамс бус 2. августа 2024 года. То есть у них есть год, они именно прописуют, что к тому времени точно будет решение. Дальше информирование, как сасканья, ар 20.04.2023 иммиграцией ликума паарейснотекума 58. пункта минету. То есть согласно переходным правилам, 58. пункту, пиотеекума Европейского Союза поставщика статуса пиеприсище, То есть вот тут они объясняют, что с момента получения вашего заявления у них есть по закону год на то, чтобы рассмотреть ваше заявление. Дальше сказано, что пиотеекты с фотографияшн спецславамам санимшинтипкура пмлп ноделя. Когда будет получено решение, то тогда вы в любом отделении пмлп, это очень важно, возможно, вы подавали в одно, за это время переехали, или просто вам выгоднее съездить куда-то в другое, там, например, нет очередей. Вы сможете тогда фотографироваться и, соответственно, получить уже новую свою карточку с новым статусом постоянного жителя Европейского Союза вы сможете в любом отделении пмлп. И вот теперь самое главное. Сакра, арту, акачар, пацандая, дыу, пацандая, дыу, токсаж, дыу, стрэши, а то есть в какой-то момент, ну, в данном случае это декабрь 23-го года у этого конкретного человека, это не важно, это может быть в вашем случае хоть октябрь 23-го года, или, например, январь, февраль 24-го года, то есть в любой момент до даты, которая будет вам указана как дата рассмотрения вашего заявления. BXS, устрэшн, сатлявайс, карты, да, то есть вот они указывают, они знают, что 14 декабря у этого человека закончится карточка. И теперь важный момент. Варв векторе регистрэшн можно также регистрировать. Как вы помните, обычно до сих пор вы каждые 5 лет ходили в ПМЛП и делали, так называемую, регистрацию вашего постоянного вида нажительства. Это такая процедура, регистрация простая, ничего как бы сложного там нету, стоит оно тоже недорого. Можно посмотреть, в комментариях указать, сколько сейчас нужно платить за просто регистрацию. Так как документы у вас уже поданы к тому моменту, то есть там анкета есть и все остальное, хотя на регистрацию этого всего не надо, но, к сожалению, бывали случаи, когда ПМЛП все-таки потребовал и на регистрацию, мало ли по какой причине, все-таки все документы заполнить бывали. Поэтому вам уже не надо ничего делать, то есть это будет очень простая регистрация. И теперь смотрите, в какой момент вы должны подавать эти документы на регистрацию. Пусу отру мэйлэспрэмс документ дэрегум терминя бэйгам за полтора месяца. То есть в данном случае, если это у нас 14 декабря, то тогда декабрь, ноябрь, соответственно, в самом конце октября, или там, допустим, 1 ноября, ну, лучше в самом конце октября, человек может подать документы на регистрацию постоянного вида нажительства. Это тот же самый процесс, который вы проходили до сих пор каждые 5 лет. Если вы не знаете, что это за процесс, может быть, подзабыли, или, может быть, со всем этим стрессом, понимаете, немножечко сложновато. Да, еще такой момент, что если раньше вы, скорее всего, просто ножками спокойненько приходили, садились, вот оно, то сейчас, скорее всего, вот так вот вас не обслужат, нужно будет подавать документы электронно или по почте заранее. Поэтому, если у вас какие-то вопросы по процессу регистрации, ну, вы понимаете, пишите. Сделаем видео не в августе, в начале сентября, но сделаем, да. То есть посмотрите, пожалуйста, на свое письмо, которое вы получили от ПМЛП в тот момент, когда вы послали документы. То есть вы послали документы, они должны вот подобное письмо вам написать. Видите, Елгава пишет очень красиво. Они присылают вам такое письмо, и в этом письме, вообще-то, если, ну, если у вас в течение года заканчивается карточка вида нажительства, то тогда они должны вот эту вот пометочку там вписать. Если вам ничего не, если вы ничего не получили, пишите тогда им. Здравствуйте, вот в такой-то, такой-то день мы послали документы, я послала документы. Пожалуйста, подтвердите получение. И смотрите, чтобы у вас была вот такая пометочка. Но это только в том случае, если в ближайший год рассмотрения у вас заканчивается карточка вида нажительства. Карточка вида нажительства. То есть вид нажительства у вас остается в силе, так как вы подали документы. Но карточка вида нажительства у вас может закончиться, и тогда ее можно регистрировать за полтора месяца до даты, которая на ней написана. Если есть вопросы, пишите.